Из 50 миллионов лет от существ, подобных планцетников, происходит уже первое позвоночное. И вот сегодня мы посмотрим, что же произошло. А произошли вещи понятные. Для этого сначала решим такую простую задачу. У нас есть Г-образный железобетонный столб, вот такой, и здесь дерево. Я беру, привязываю бельевую веревку, натягиваю ее между столбом и деревом, вот так. Хорошо. И беру две мышцы. Дело в том, что свежеотрепарированная мышца, если по ней нести удар электрическим током, она сократится. Мышечные клетки живучие, они далеко не сразу погибают. Я не приму туда электрическую току за нервный сигнал. Приказ проводится. Вот я беру две мышцы, померил их всего, выяснил, что сокращаются они совершенно одинаковые силы. И подвесил их вот так. Мышцу номер один подвесил железобетонным столбом, а мышцу номер два, на такой же высоте, подвесил к бельевой веревке. Вот так. Привязал к ним совершенно одинаковый груз. И дал электрический импульс. Провел провода, дал электрический импульс, мышцы сократились. Вот это у нас мышца номер один, это мышца номер два. Вопрос. Обе мышцы на одинаковую высоту поднимут груз или нет? Нет. У кого какие мысли? Они абсолютно одинаковые силы. Груз абсолютно одинакового веса. А, нет. Висят они на одной и той же высоте. Вопрос. Грузы они поднимут на одну высоту или нет? Нет. Какая выше поднимут? Первая выше. Первая выше. Потому что с рюкзом. А та же веревка провиснет. Вот с эскелетами срабатывает одна простая штука. Для того, чтобы повысить эффект от работы мышц, как лучше закреплять? На жесткую опору или привязывать к чему-нибудь гибкому? На жесткую. На жесткую. Вот это утверждение лучше запишите для себя. Эффективность работы мышц повышается, если они прикреплены к жесткому основанию. Хороший. А теперь вернемся к ланцетинам. Мы с вами вчера разобрались, что мышцы дольками поделены. Дольки называются грамотные названиями меомеры. Меоз. Мышцы переводят на русский язык. И вот так вот проходит вдоль всего тела. Вот она. И я говорил, что управление в этом случае простейшее. Мы разбирали, что достаточно сделать, чтобы тело начало кондулировать. Просто в шагнутом порядке по очередному сокращению меомеры. Нервная система как построена? А нервная система представляет себя трубку, которая идет прямо над хурдой, вот так вот, вдоль своего тела. Так называется нервная трубка. Построена из нервных клеток. Теперь смотрим. 450 миллионов лет назад. Что произошло? Потомки вот этих существ. Как всегда, хоть много признаки вообще берутся. Уже услышали. Нет, если я уже в среде. Много признаки возникают за счет мутации. Не изменения в среде, а изменения в генетической информации организма. Так? То есть, мутанты, все мутанты абсолютно. С точки зрения немутантного организма, это урок. Скажи, пожалуйста, лично у меня, сколько мутантных признаков? Всех. Всех одного. Так что, как и у вас. Если бы мои клетки не мутировали, как бы я выглядел? Доклеточная. Какая обезьярная? Какая обезьярная? Однозначно. Какое одноклеточное? Не, инклузория это уже огромный путь развития. А бактерия? Бактерия, конечно. В ходе всей эволюции, что-нибудь новенькое возникает только за счет мутации. Так? Ну, еще есть такой путь, перетасовать уже имеющуюся информацию, перестануть, рекомбинация. Но при этом происходит новое сочетание признаков. А не сами новые признаки. Хорошо. Значит, какая мутация здесь произошла? А мутация, следующее, внутри каждого миомерочка, вот здесь, вокруг хорды, развивается жесткое отборное пальцом. Если посмотреть спереди, вот так будет выглядеть, во входит, а вот вокруг нее такое хоресо. Почему я терпеть не могу такие доски? Нормальные доски, мелкие, никаких проблем, а вот с этим вечным народом. Ну, и что это дает? Хорошо. Внутри каждого миомера, вокруг хорды, жесткое отборное пальцем. Дает это что? Уж не нравится жесткое отборное пальцем. Смотрите, в направлении мышечных клеток у ланцетника, сверху вниз и спереди назад. Спереди назад. Спереди назад. И теперь эти клетки встают вот так. У них появились жесткие основания. Кольца жесткие. Что с эффективностью работы? Больше. Намного увеличилась. Скажите, а это выгодно или не выгодно? Быстрее двигаться? Выгодно. А это самое главное для животных. Быстро двигающиеся жертвы успевают удрать от хищника. Быстро двигающийся хищник способен поймать жертву. Это просто самое главное. Классно. А теперь такая простая задачка. У кого-нибудь младшие братья и сестры есть? Ага. Здесь не повезло. Хорошо. Скажите, пожалуйста, можно ли трехлетнего карапуза посадить на трехколесный велосипед и пускай гоняет там где-нибудь в парке или подворон? Нет? Нельзя? Нет. А почему нельзя? А почему нельзя? Потому что нельзя. Трехколесный велосипед – это устойчиво или неустойчиво? Устойчиво. Упасть можно. Я стою и могу упасть. Просто. Так, с трехколесным велосипедом упасть надо очень стараться. Для безопасности дадим такую самую супермодель без всякой цепи передачи, когда педали прямо к колесу приедут. Есть. Есть такие велосипеды. Сел пацанчик на этот велосипед и разогнался со всей дури аж километров до двух с половиной час. А если взять и поставить уверенителя на все педали фотофокуса? Можно того же самого пацанчика посадить за руль от кунапеля? Нет. Можно. Нет, посадить можно. Так что выглядит? Храбрый. Слово битвы. Не понял? Ну, не знаю. А мы никому не скажем. А мы научим. Не говорят, нельзя. Разница в общем. Если на полной скорости трехколесный велосипед опрокинется, так каков будет результат для водителя велосипеда? Другой велосипед. Ну, в самом тяжелом случае разбитая коленка, разбитый нос или еще что-нибудь. Что-нибудь более серьезное может произойти? Хорошо. А теперь при опрокидывании фотофокус на скорости 150 км. Какой результат для водителя? Разумеется. И вопрос этого вообще не соберешь. В чем дело? А дело в разной скорости движения. Вот смотрите. У нас были манцетники. А появились вот эти ребята с жесткими вставками. Скорость возросла? Возросла. Тут же какую систему надо улучшить? Управление. И на основе простой нервной трубки развивается усложненная система управления, которая будет называться спинной мозг. А в передней части спинного мозга формируется расширение, которое называется головной мозг. Так что наша нервная система происходит вот от этой простейшей конструкции. Ну и напоследок такой неожиданный вопрос. Поднимайте руку. Кто может объяснить мне, другому, какая часть тела называется голова? Что такое голова? Там ничего нет. Так. Неглохой ответ. Та часть тела, у которой живот идет вперед. Так. А у всех для животных есть голова. Приведите пример животных. Причем иногда очень крупных. У которых в принципе нет головы и даже что-то отдаленно похожее. Еще раз. У человека не есть. Одноклеточных? 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 Я говорю. Одноклеточных это про тисто, не животных. Если уж ее не говорили. А я про животных. Значит про многоклеточных спрашиваю. Медуза представляет себя? Да. А у медузы голова есть? Вот давайте рассмотрим. Это очень важно для того. У вас есть некоторый зверь. Который ведет такую насыщенную и интересную жизнь. Он висит в мировом океане на глубине 20 метров. То есть поверхность 20 метров. И он здесь висит. Никаких органов движения, которые бы давали ему возможность плыть против течения у него нет. Так что считаем, что его просто пассивно носят потоками. Кто знает, как называется животное, обитающее в воде и при этом не умеющее плыть против течения? Планктон. Вот это и называется планктоном. Планктон на то есть не обязательно мелко. Иногда достаточно крупные существа ведут планктонный образ жизни. Пассивно висят. И теперь мой вопрос. Скажите пожалуйста, с какой стороны вероятнее всего на этого существа нападет хищник? Ребят, отсюда может, отсюда может, и отсюда может. Совершенно с любой стороны. С какой стороны скорее всего появится пищевой объект? С любой. Отсюда может, отсюда может, отсюда. С какой стороны скорее всего появится половой партнер? Ну, с любой. Вот, ребят, три важнейшие вещи для любого животного. Первое – добиться ситуации, чтобы тебя не съели. Второе – самому поесть. И третье – размножиться. Вот если эти задачи решаются успешно, то такой биологический вид закрепляется на нашей планете и будет существовать в принципе неограничен долго. А теперь давайте подумаем. А как этому зверюге, где на тебя, надо располагать органы чувств? Понятно, что везде. Ведь важное событие с одинаковой вероятностью может произойти везде. Хорошо. Как надо располагать органы манипулятора? То есть то, чем мы работаем. Везде. Какую симметрию мы получаем? А вот такую симметрию. Лучевую. Классическая лучевую симметрия имеют кишечно-голосные. Медузы, кораллы, гидры и так далее. Вот ничего похожего на кого у них нет. Теперь, представим себе, я вот такая медузина. Значит, решил разнообразить жизнь. Взял и лег на пол. И пополз по полу. Значит, вот представим себе, я из этого класса убрали все парты. Значит, я лег на пол и ползу. Посередине класса лежит капкан. Какую часть тела я наткнусь на капкан? Той, которая находится по уходу движения. Это понятно? Если я ползу ногами вперед, чем я наткнусь на капкан? Ногами. Если боком вперед? Боком. Боком. Хорошо. Теперь посередине класса стоит капкан. А я ползу. Какую часть тела я наткнусь на капкан? Той, который находится по полу движения. И тебе понятно? Да. Вот из существа, которое попало в неоднородную среду. Здесь в чем попуск? Здесь среда совершенно однородная со всех сторон. Но как бы среда становится неоднородной, что делаем? Выбираем одно направление. Допустим, вот это. И ползаем всегда вперед этим лучом. А это значит, что будет с органами чувств? Они, конечно, останутся на остальных частях. Но самое мощное, самое далеко работающее, все соберутся вот здесь. Где надо устраивать зарплаты для пищи? Там же. Потому что лучше вообще проверить, что вы собираетесь в себя засунуть. Так? А для этого нужно органное чувство. И где будем держать центр переработки информации? Там же. А для того, чтобы сократить дорожку для передачи нервного сигнала. Вот видите, здесь совсем короткий. А это значит, что мы повысили скорость реакции. В общем, важно показать. И так вот она плава. В голову возникают существа, обитающие в неоднородной среде. Так? И на голове, как правило, сосредоточены все дистантные органы чувств. То есть те органы, которые на расстоянии сигнала воспринимают. Там же. Крупнейшее скопление нервной системы. Там же ход пищевая. Челюсть вовсе не обязательно. У каких-нибудь червей, допустим, челюсти есть или нет? Челюсти нет. А голова есть? Ну, червяк когда-нибудь попом вперед ползает? Нет. А попой вперед? Это вам кажется, что червяк, он что с одного конца, что с другого конца совершенно одинаковый. Но сам-то червяк хорошо знает, какую часть ему вперед идти. И на самом деле голова, а попу у червяка там часто очень сильно. По внутреннему устройству. В результате увеличили скорость движения, усложнили нервную систему. Нервная трубка превратилась в спинной мозг. А поскольку мы мало того, что движемся, мы еще быстро движемся. Что надо делать с вот этим скоплением нервных элементов? Челюсти. Да. Поэтому разгуваются, зарабатывают манию величия. Передний отдел нервной системы. И получается, собственно, название – головной мозг. Кстати, о, скажите, а у нас у людей, как по-вашему, какой мозг самый главный? Головной или спиной? Скажите, спиной. Головной – занимать всех непустяками. Типа мышления, эмоции, планирования, там, выбор идеалов, целей, стремления. А спиной мозг занимается обеспечением сердца, печени, легких почек и так далее. Скажите, что останется от ваших идеалов, планов, стремлений, если сердце встало? Не очень много. Не очень много. Так что для того, чтобы хоть какой-то эффект от работы головного мозга был, надо, чтобы спиной был в порядке. Потому что в противном случае уже ничего не будет.